Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Света с дочками приехала в стоматологию. Кстати, даже там они сидят без масок. Света объясняет дочкам, что посещать стоматологию надо два раза в год, сладости есть нельзя, а если едим, то, мол, надо полоскать рот или чистить зубы. Света, начните с себя. Тем самым вы подадите пример своим детям. Вы знаете, а я помню тот момент, когда 14-летняя Анжела сказала, что чистит зубы тогда, когда у нее есть настроение. А учитывая, что она часто ходит без настроения, могу предположить, что и зубы чистит крайне редко. Далее уже, друзья мои, на кухне опять же недовольная Анжела делала тесто на блины. Видно, что маман припахала дочку, блинов хочется, но готовить дочке ничего не хочется. А Света, как всегда, себя нахваливает и говорит, мои блины всегда очень вкусные получаются. Ну-ну. Мы помним, они как наждачка. Края вот этих вот блинов, да, вечно сухие. Далее Света говорит, мы делаем блины на воде, а вы можете добавить туда молоко, сделать, допустим, на воде и на молоке. Свет, ну большое тебе спасибо за твои советы, за твои рецепты. Поверь, мы знаем, как печь блины. У каждой хорошей хозяйки есть свой фирменный рецепт. Вот только боюсь, если я воспользуюсь твоим рецептом, то меня выгонят мои родные из дома. Ну да ладно. Надеюсь, этого не случится, поэтому готовить по Светиному рецепту не буду. Приготовлю по-своему. Да, по-своему, как говорится. Ну, а Света что-то, друзья мои, разошлась не на шутку. Дед подумала, я вроде бы уехала, оказывается, он на месте. Так вот. Она по такому случаю решила приготовить плов. Пирог готовит. И я сразу же подумала, Светочка, куда столько сладкого? А как же ваши зубки? Видимо, Света про зубы забыла, сделала себе зубы. Главное, она, все остальные, в принципе, подождут. И говорит, буду готовить окрошку. С чего бы это подумала я? Такой праздник с живота. Неужели опять халява на горизонте? Неужели опять нарисовалась халява? Кстати, дед на месте никуда он пока не уехал. Леша тоже при деле. Лежит под машиной весь в грязи. Спасибо, Леша, за контент. Ну, а Светочка на кухне, словно после великой, знаете, попойки, друзья мои, уж простите за такие слова, сидит и выкладывает пирог на противень. Свет, ну ты еще молодая женщина. Ну, почему ты на себя забила? Даже если Леша не дает тебе никаких денег на косметику, на украшения, то это не повод плевать на себя. Ну, просто проснись утром, помой голову, уложи красиво волосы или сделай себе стрижку. Ну, это же просто, да, не сложно. Нет. Вот эти вот, знаете, сальные волосы, три волосины под видом челки и те грязные зачесаны за ухо. Словно у Гитлера, вот честно. Блин, ну ты же женщина, ну ты же блогер. Ну, неважно, если бы ты так сидела дома, да, и не транслировала себя на весь Ютуб. Ну, ты же показываешь себя на Ютубе. Неужели не понимаешь, что неприятно нам на это смотреть? Да неприятно даже твоему мужу Леше на тебя тоже, наверное, смотреть. Я так могу предположить. Вот сбежит Светочка от тебя и будешь лить слезы. Даже, кстати, та же баба Цвета, которой 65 лет где-то, и то она выглядит лучше и гораздо ухоженнее. В общем, да, неважно на самом деле, сколько женщине лет, главное, насколько она выглядит и как умеет себя преподать, преподнести. Далее прикол, друзья мои, Витка говорит, Виталинка говорит, Крахмал, крахмал, а мама Света ей отвечает, Крахмаль, крахмаль, Света. Крахмаль это по какому? Вот мне просто интересно, почему крахмаль? Или ты решила, что маловато твоих слов в сборнике? Оладики, ополовник, чичас, укусненько, пире. Надо еще туда и добавить крахмаль. В общем, да. Так, девочки, надеюсь, все запомнили, кто не в состоянии запомнить, записываем, крахмаль. Новое словечко в Светином лексиконе. На заднем плане, знаете, что-то читала Анжела, надеюсь, друзья мои, что это не Библию, но читала так, что вообще видно, понятно, что не понимает, что она читает. В итоге, знаете, одни слова, что готовила блины, ленивая Анжела. Ее просто как ветром сдула. Никита пек блины. Виталина помогает Свете готовить окрошку. Зачем? Я не поняла, трут они огурцы на терке на окрошку. Можно спокойно и просто их нарезать, не знаю. Ну, понятное дело, у всех свои, как говорится, заморочки. Никита сидит уже потом чуть живой возле вот этой вот печки. Возле, значит, да. И сидит, и уже, видимо, устал. Устал он уже печь блины. Да, по крайней мере, то, что должна была сделать Анжела, сделали все остальные. Кстати, друзья мои, несмотря на то, что кто только не приложил руку к этим блинам, слепые обожатели Колесниковых назвали в комментариях, вот, знаете, великой маминой помощницей Анжелику. Да-да, вы не ослышались. Ну-ну. Когда все работали, Анжелика шарилась по холодильнику в поисках еды. Очередной влог, друзья мои. Лешка опять полуголый, опять грязный, опять по пояс, опять демонстрирует нам место, в общем, ой, место масла, насосы, фильтры и так далее. Леш, неинтересно. Но при всем при этом Леша это делает аж целых пять минут, дабы мы впечатлились, как он работает. А на кухне довольные дети, главное, сытые дети. Света все-таки приготовила окрошку, все наелись, все счастливые. Говорит, пирог не совсем получился, ну да ладно, в принципе, бывает, с кем не бывает, да. Виталина с куклой, Никита с мягкой игрушкой, Анжела не в настроении. С этими своими двумя хвостами она мне напомнила Набоковскую Лолиту. Лет, так скажем, двадцать спустя и плюсом двадцать кг. Причем молодая девка, а сидит словно убитая, прибитая жизнью, уставшая от всего, знаете, словно это у нее, а не у мамы Светы, семеро по лавкам. Максы тот молодец, всегда что-то делает. То траву косит, то еще что-то, да. В общем, пока все работают, следующая картина, Лолита, наша фитоняшка, развалилась на шезлонге и мечтает. Наверное, мечтает о том, как она осоль из алых парусов, да, и к ней приплывает Грей, и просто забирает ее, крадет ее за собой и так далее. И живут они долго и счастливо. Ну что ж, как говорится, мечты, мечты, мечтать не вредно. Причем я смотрю, Максик работает, вкалывает, а папка мается дурью. Папка запускает дрон, больше у папки дел нет. Дед уехал, теперь можно, в принципе, и погулять, и просто, в общем, дурью помаяться. И, в принципе, ничего не делать, друзья мои. Еще один влог, который мы будем с вами обозревать, немножко отсебятины. Когда я увидела название ролика, друзья мои, серьезно говорю, название ролика Колесниковых, я увидела «Дедушка уехал». Мне стало смешно. Послушайте, я сразу вспомнила пароль «Бабушка приехала», «Бабушка приехала», вспомните фильм. Кричал Галкин, покойный Галкин. Я обожаю вот фильмы о Великой Отечественной войне, обожаю книги читать о Великой Отечественной войне. И вот одно из моих любимых произведений, из моих любимых фильмов о Великой Отечественной войне, это книга, фильм «Момент истины» или «В августе 44-го». Фильм о контрразведке, да, и там в конце фильма кричали пароль. «Бабушка приехала», «Бабушка приехала», в общем, да, было здорово. А здесь, знаете, у колеса в названии ролика «Дедушка уехал». И вот почему-то мне стало очень смешно, и я вспомнила «Момент истины» в августе 44-го. Кто не смотрел, кто не читал, просто советую. Офигенное произведение, да, в общем, как-то так. В общем, да, «Дедушка улетел», «Леша с Никитой поехали его провожать», слава богу, не на общественном транспорте, а на машине, Света с детьми осталась дома. Поели они и пошли в огород. Света жалуется, говорит, «Комаров много, они мне не давали». Свет, кто тебе не давал, непонятно. Ну, ладно, фиг с ним, с комарами, главное, чтобы тебе Леха всегда давал. Настя осматривает клубнику и говорит, «Всем не хватит». Надо, говорит, было штук 20, чтобы всем хватило. Настя – это та, которая мечтает в 12 лет работать в магазинах. Настя, я все понимаю, но у вас всего 8 человек. Не обязательно на вас, на 8 человек 20 клубник, 20 ягод, да? А Света говорит, «Да, сажать надо больше». Я, если честно, так и не поняла, кому она сказала, что сажать надо больше. Возможно, надо больше сажать Насте. Ну, вот если так пошло, да? Настя, жалуется Светка, горох не взошел. «Куда делся?» – спрашивает Настя у мамы горох. Мама говорит, «Не знаю, неизвестно, куда он делся». Ну, а далее, друзья мои, слава богу, папа Леша не остался нигде, вернулся домой. В общем, да, вернулся, отвез отца. Дети пошли на детскую площадку, развлекают себя как могут. Вот лето, лето идет, уже сегодня 1 июля, между прочим, да, у них тоже каникулы, поэтому, соответственно, детям не хочется сидеть уже дома, не хочется сидеть на кухне, не хочется сидеть на огороде, поэтому они решили пойти и погулять в деревне на детской площадке. В общем, да, развлекают себя как могут, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился обзор, естественно. Всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok